доброе утро всем я надела вчера который платье купил платье или там как оно называется на этикетке было написано платье смотрите с моими кедами они прям цвет цвет подходят в общем мне нравится как все это выглядит и удобно и тепленько вот так что я уже отправляюсь домой точнее не домой я хочу поехать знаете зачем у меня жмят это вчера все тю тю поэтому я хочу заехать как раз по пути будет не магазин а вот где цветы продают и разную рассаду вот хочу туда заехать и купить себе мяту может быть еще какую-нибудь травку а ты чё такой скуку ежился такой весь это паша мнению это пасами тихо мама мама лакая си мама лакая меню ими гуапу да все вам я прибыла на место смотрите какие-то сейчас в общем посмотрим цветов мне нужно мяту мята мята больше ничего друзья мята 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 тоже я знаю себя сейчас наберу всего на всего но я бы еще земли взяла и и папоротник мне нравится в общем я сейчас посмотрю бонзай тоже люблю сколько кактусов может быть и кактус себе приобрести вот начинается видите начинается я так и знала я так и знала да блин они не дашь коктусы дохнут что такое залюбливаю полюби меня такого так мята а где у нас мята тема смята смотрите сколько туда нельзя заходить это вот будущие флор де паску рождественский цветок скоро уже их будут продавать и надо приобрести мне парочку а это вот наверное такие которые плодоносные деревья помните как-то раз была здесь после прям карантина жесткого и здесь очень мало всего было а сейчас прям много всего но здесь нет точно ничего не надо и озорки пялю ты тут даже не знаю что а это знаете что жасмин это жасмин тут даже цен нету сюда наверное люди то не заходят только я любопытная варвара ладно так эти камни для для декора наверное да вот уже смотрите энельду укроп петрушка петрушка а это это кинза рукола что-то мята я и не вижу орегано тумия меха рано или даже понюхать нельзя все время забыла что я в маске а хочется так потрогать и и понюхать всякие эти мята где лук лук так цветочки которые цветут ой что-то такое симпатичное шутки ананас где мята Где мята? А, вот мята. Вот мята. Что-то как-то она не ахтей. Буду выбирать. Всего стоит, правда, евро. Нашла. Мой улов все-таки не удержалась, кроме мяты. Купила укроп. И папоротник вот такой. У меня такого еще не было. У меня разные папоротника были. И сплыли. Может быть, этот будет жить и процветать. Надо, главное, не поливать. Купила вот такую лейку. Сказала, надо, главное, не поливать. И купила вот такую лейку. С удобным вот таким вот, чтобы туда подлезть, залезть. В общем, так вот. Пойду сейчас, наверное, посажу укроп. И вот это вот. Господи, вот это вот. И, ну, вы поняли, да, мяту пусть растет. И посажу вот тут у себя, чтобы недалеко ходить за ним. Люблю чай с мятой. Вот прям вечером классненько так раз. Имбирь, мята, лимон. Все, что надо для здоровья. Мой обед. Это лапша удон, которая у меня еще оставалась с овощами и с курицей. И манго на десерт. Очень вкусное, вообще обалденное. Так что всем приятного аппетита. Удивительно. Лежу под пледом. Со всеми делами. Но зато балкон открыт. И такой ветер прохладненький. Когда выйдешь сюда, тепло. А так ветер прохладный. Люблю наблюдать, кто ходит, кто уходит. Через такого ветра у меня, смотрите, все герани осыпались. Но ничего там, много разных растет, новых. Я там жарю картошку и грудку куриную, которую замариновала вчера мужем. И пойду сейчас белье вешать. А сама съела мандаринчик. Кислючий, зараза. Ну ничего. И что ты на стол залез? О-о-о-о. Пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи И вот Чарли услышал вот это вот, как мы сегодня с ним, он мне подбывал, да? И опять начал быть так смешно. А муж-то в наушниках сидит, он не слышит, в чём проблема, такой смотрит на него. А Чарли с ним сидел, он такой, не понял, чё это с ним? Вот, а я же громкость убавила, когда монтировала. В общем, прикол, попел Чарли. Муж сегодня был у сестры, привёз немножко хамончика. Завтра на завтрак ем хамон. Говорит, его они уже весь сожрали. Я люблю хамон, знаете, какой, не который вот режется специально машинкой резательной, а вот чтобы ножом отрезался, потому что хамон нужно резать тоненько-тоненько. Чем тоньше он режется, специальными ножами, вот такими длинными шпагами, вот, и чем тоньше он режется, тем он вкуснее. Вообще он должен даже просвечиваться. Ну, ты хамон не любишь, чё ты там стоишь? Вот, хамон должен вот так просвечиваться. А вообще, его кладут на тарелку одним слоем хамону. Ну, специалисты, которые, даже знаете, есть чемпионаты, да, где соревнуются, кто лучше режет этот хамон. Огурчик тебе дать? Чуть сало упало. Вот, кто режет лучше этот хамон, огурчик дам ему. Кладут на тарелку, и вот, если тарелку переворачиваешь, хамон весь не падает, то есть он прилипает к тарелке, значит, это офигительный хамон. А вот самый вкусный. Вот, и поэтому я, если покупать, я особо не любитель хамона. Ещё вкусно ровочек. Травоядное животное. Сейчас сделаю себе чай с мятой. Вот, не любитель я... Ну, как не любитель, я съем. Если он у меня есть, то я съем. А если нету, ничего страшного. Раньше чаще покупали. Вот, ну, а сейчас просто его, когда его есть-то? Некогда. Некогда спешить. Я на завтра себе достала рыбу. Нужно, наверное, разморозить или как. На запах всё проверяется. Мытая, не мытая, непонятная. Корбина, курбина. Не знаю, как это на русском. Очень рыбу, которая моя самая любимая. Теперь завтра сделаю в шайтай машине, пожарю её. Чарли, хватит, нет больше обурцов. Наши тут полголовы. Вот как, смотрите. Я всегда голову беру, а мне, смотрите, как... И всегда говорю, да, голову мне. А они, смотрите, как её... Вот этот вот хрюндель отрезали, а оставили вот эту вот часть. Ну, интересно. Думала, тут её много, а там одна голова. В общем, завтра я её сейчас пополам разрежу. Сделаю в шайтай машине, пожарю. Да, Чарли, это рыба, она тебе не нравится. Пились. Зараза. Что, мне кажется, она не пилиться. Распилилась. Куда денешься, так самки она никуда не уйдёт, зараза. Я вообще люблю голову, знаете, пососать. Так вот разрезала напополам. Мне тут всё вытащили, жабры вытащили, всё вытащили, ничего здесь нету. Так что завтра будет вот такой вот процесс у меня. Вишня, вишня, вишня. вишня прекрасных ягод аромат белый снег ложится чуть слышно ни в чем никто ни в чем не виноват вот за годом не помню эта песня в моей молодости она мне так нравилось это был просто и кушаешь у тебя нету еды на дискотеках звучало мы под нее даже плясали какая романтика помните такую шторочку уже закрываю здесь вот эту потому что уже свежо ну вот что не хочет тоже есть уже свежо так включаю чайник с мятой сейчас как забацю а рыбу надо сейчас я не знаю посолить не посолить лимончиком полить ну чтобы она даже так маленечко замариновалась до до собаки и завтра в шатан машине с салатиком будет очень вкусно мне вот так вот вся жизнь все мысли только о жратве а как иначе я не могу иначе поела а уже думаешь а чтобы приготовить на следующий день вот так вот хорошо что еще мы ужинать не ужинаем а то бы вообще я раньше когда с мужем только начали мы они же спонцы и ужинают прям так ужинают прям ужинают вот и я знаете чуть ли не каждый день на кухне имеет совершенно не понравилось и я решила что надо прекращать с этим нашла информацию что ужинать плотно тем более у них ужин это начинается в 10 и в 11 они ужинают то есть я не понимаю как можно спать на сытый желудок я так не умею спать но и в общем я муж переубедила за ней многие годы совместной жизни теперь ужинать только вот йогурт или еще что-то да ну нафиг стоять на кухне всеми ладыми днями а еще испанцы не знаете как они же не едят там щи всю неделю не 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 нужно каждый день и разнообразие вот а мы так как наварим щи так они на следующий день еще вкуснее а через два дня это вообще шикардос но нет я уже тоже так не ем но я все замораживаю так что везде можно найти выход ладно друзья чайник начинает кипеть чай завариваю пью снимаю смываю красоту вам желаю всего самого лучшего не болейте и всем пока пока